Лазарева суббота Лазарева суббота. Суббота – это день покоя. И суббота – это предвоскресный день в нашей новозаветной христианской хронологии. И мы понимаем, что для каждого человека, чтобы воскреснуть, нужно быть покойным, то есть войти в царство мертвых. Вот это царство мертвых покидает человека, человек, который четыре дня уже душа его была в царстве мертвым. И этот человек, он трудолюбивый иудей, который стремился жить по закону Божьему, который имел двух сестер – Марфу и Марию, который принимал странников, которого дом много раз посещал Христос в земном своем странстве. И Вифания была его любимым местом, где он отдыхал, где он останавливался в этом доме. И служили ему Марфа и Мария. И Лазарь стал его близким другом. То есть он привязался к нему по-человечески. И вот в смерти и воскрешении в повествовании евангельском об этом событии есть слова, что Христос запретил Духу и расплакался. Вот кажется, Бог – Сын Божий и плачет о человеке. Мы понимаем, что Бог, Он плачет о каждом из нас, что мы все-таки умираем, потому что мы грешим, потому что мы все-таки все пройдем смертные врата. Но Бог каждому скажет – Лазарь и Грядеву. И воскрешение праведного Лазаря накануне крестных страданий Спасителя было явлено Богом для того, чтобы укрепить веру в народу иудейском. Никто не мог четверодневного мертвеца возвать к жизни. И только Сын Божий, которому Бог дал власть над жизнью и смертью, это делает. Этот человек, который после воскрешения своего еще 30 лет почти прожил в земной жизни, стал епископом, китийским, мудро правил церковным стадом. Вот это действительно образ каждого из нас, что мы должны быть готовы по воскресению своему послужить еще в радости нашего будущего бытия Господу, то есть прославлять его. Вот могу поделиться недавним впечатлением, которое было на святой земле, Господь сподобил меня бывать на святой земле. И вот в Вифане вместе, в том, где Господь сказал Лазаре Грядеву, подошли мы с группой паломников, еще было три священника. И вот там были сестры-монахини с Николая Аятского монастыря. И там вот это Евангелие, повествующее о воскресении Лазаря, начали читать священники. И вдруг включается мегафон, и там над этой пещерью Лазаря сейчас мечеть мусульманская. И этот мегафон заглушает наше чтение Евангелия. И я уже подошел, взял священное писание, во всю мощь какого-то своего, Бог дал какой-то вот голос мне, вот, я начал читать. Вот это было соревнование. И люди слышали Евангелие даже на фоне этого мегафона. То есть, вот, по сути своей, Слово Божие, оно всегда борется с миром. Мир хочет заглушить это Слово Божие, его выключить. А мы все-таки должны это Слово нести в мир, должны сами слушать, и сами должны как-то воодушевляться. Потому что священное писание для нас – это пища. И без этой пищи мы с вами не сможем пройти поприще поста и вот пройти в радость Святой Пасхи.